Всем привет! Четвертый урок. Он больше будет посвящен работе над ошибками. Запускаю, смотрю. Часть наших шариков выходит за границы экрана справа. Давайте посмотрим, что можно сделать. Где у нас размеры и положение шаров. Давайте посмотрим. Здесь у нас происходит создание юнитов стандартных, создание падающих юнитов и создание юнитов, которые отражаются от стен. Вот я вижу, что мы даем им координаты, задаем от единицы до ширины экрана, до высоты экрана. Но это неправильно. Надо посмотреть, какой у нас максимальный радиус при создании. Вот я вижу юнит понк. Нет, здесь мы не задаем их радиус. То есть, наверное, это в главном юнити происходит. Так, юнит инсалайз. Да, вот у нас от 10 до 20 пикселей. Ну, я предлагаю тогда отступать слева-справа нашего экрана по 10-20, ну, точнее, по 20 пикселей. Ну, так как у нас это урок простой, создавать константы мы не будем. Давайте напишем просто. А, так, 10-20, это был радиус. Ну, давайте 20-20, 20-20, 20-20, ну, и тоже ширина-высота минус 20. Скопируем. Что-то у нас, ага, сюда, 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 смотрим. Ну, по крайней мере, не вижу ничего с края экрана. Хорошо. Так, коллизии. Проверка на столкновение у нас была только у игрока. В принципе, вот эта проверка, коллайдвиз Энни, подходит для любого юнита круглого, у которого есть радиус. Давайте попробуем, не попробуем, а перенесем из игрока в родительский класс. Так, все ли работает. Нужно помнить, вот зеленые юниты, это игроки. Вот их у нас двое. Так, ну, я вижу, что коллизии не проверяются. Действительно, мы методы добавили, а использование методов у нас с коллизией происходит только у игроков. Так, self-control. Control. Ага, control. Мы здесь считываем клавиатуру и двигаем наших игроков. Так, давайте попробуем. Сделаем что-то примерно такое же для наших юнитов. Начнем с юнитов, которые движутся случайно. Вот здесь. Так. Сохраняем их старые координаты. Alt-X, V-Alt и Alt-Y. SX, S-Y. Это будет шаг по X и по Y. Ну, давайте сделаем вот так. 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 А здесь уже пишем плюс SX и плюс SY. Чтобы было легче настраивать. Давайте я посмотрю. В принципе, должно сейчас без изменения работать. Да, вот наши полупрозрачные шары также хаотично двигаются и никакой проверки на коллизии нет. Давайте добавим... Так, посмотрим, как у нас у игрока проверочка на коллизии. Я в руки писал пару дней назад, поэтому немножко подзабыл. Так. Ага. Вот у нас стандартная проверка. И она пойдет в юнит. Ну, у нас юнитов здесь маловато. Рандомных почти не видно, как они движутся. Давайте попробуем в падающие юниты. Добавим такую проверку. Кстати, Zero Brand Studio, если нажмете Ctrl-I, видите, то она выравнивает, создает правильные отступы. Иногда, кстати, ломаются. Есть у меня вложенные таблички. Иногда нормально, но вот тут вроде бы все нормально. Так, что мы сделаем? Угу. Здесь проверка столкновения с нижней границей. Шарик не должен, падая сверху, он не должен выпасть из экрана и остаться где-то внизу. Так, что мы можем сделать? Давайте тоже сделаем, что не в S, Y добавляется, а в какой-нибудь S, Y. Это шаг по Y. S, Y. Вот у нас S, Y уже здесь есть случайный. Так, никакого движения по X у нас нет. В это условие, если падение не происходит, то мы ничего не делаем. А если падение происходит, то мы вот это движение движение здесь добавляем. Так, здесь скорость падения сотня, откорректированная с помощью Delta Time, чтобы падение было с одинаковой скоростью, независимо от FPS, которое выдает ваш компьютер. шар. Да, здесь все нормально. Если происходит коллизия с какими-нибудь из шаров, то мы возвращаем наш шар на прежнюю позицию. Так, наблюдаем за красными шарами. Шары не падают никуда. так. Ага, неправильно мы. Мы должны только мы должны здесь только шаг задавать. Да, вот шары начали падать. смотрю, какие-то шары вверху залипли. Почему они залипли? Потому что они у нас случайным образом распределяются по полю. Вот давайте еще раз запущу. И вот видно, залипают шары на тех шарах, у которых есть проверка коллизии. Вот видно по рандомно движущимся шару. Вот его загнали в угол красные шарики. Ну, можно поставить дополнительную проверку при генерации этих шаров. Цикл вайл. Так, ну, перед этим давайте сделаем коллизию, добавим для наших синих шаров. Еще раз скопирую. Я не набирать. Юнит понк отскакивающие. дроп это падающие шары юнит понк. Вот они. Вот у них апдейт посложнее. Так, повторяющие строки убираем. Случайных скоростей у них нет. Вот SpeedX SpeedY мы задавали вот здесь при генерации юнита Insalize. Когда мы создаем объект с помощью метода new, то тогда уже рандомным случайным образом у нас присваиваются скорости движения по иксу и игреку или по одной из координат. Так, здесь все нормально. Сохраняем старые. Ну, нужно добавить всего-навсего проверки коллизии сюда. В эти условия. Если вне экрана или происходит коллизия с каким-нибудь элементом, то же самое если вне экрана происходит или происходит коллизия с каким-либо элементом. Давайте запустим. Синие шары сейчас должны отскакивать. вот видно, что они отскакивают от любых других шаров, которые участвуют в проверке на коллизию. Мне хочется добавить побольше шаров. Так, наши призрачные шары полупрозрачные увеличили и отскакивающих сделаем еще побольше, чтобы посмотреть эффект. Вот сколько у нас шаров зажатых, которые не могут начать движение. Ну, видно, что синие успешно отражаются. В их отражении от стенок нет никаких случайностей, поэтому они повторяют свои движения. никто им не мешает, то движение повторяется по кругу. Так, ну, давайте попробуем тогда воспользуемся проверкой коллизии при создании наших шаров. Проверка на коллизию. Сейчас нужно писать. Ага, давайте-ка лучше напишем какой-нибудь метод для юнита, который поправит неправильные координаты. Чем я буду повторять это function unit fix так. вайл пока у нас элемент с кем-нибудь в коллизии все ли правильно да 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 так пока пока у него коллизия с любым из шаров попробуем нашему юниту изменить координаты так как это метод то присваивать будем своим собственным x у и y новые координаты ну конечно это не оптимальный способ но тем не менее так давайте так здесь у нас уже юнит добавлен в конец мы сейчас будем проверять юнит в конце нашего списка поэтому плюс один убираем вот в здесь в этой строчке мы новый юнит созданный объект нового юнита добавляем как бы в конец списка в конец нашей таблицы после исполнения вот этого кода последним элементом вот последний элемент индекс как раз является наш свеже добавленный шарик давайте теперь попробуем вот эту строчку так вот это мне уже не надо повторим во всех циклах добавления а возможно можно как-то с оптимизировать сейчас посмотрим так что у меня горит 185 ожидает ага я тут скобки лишь не убрал вот так не лишние нужны это экспирия появилась хакерская так ну что что у нас залипающими словами они слоями шарами залипающие шары ну я не вижу залипших единственно внизу но уже нападали вот эти дропы так давайте ка сделаем более мудрое решение перераспределим вообще все шары от одного до количества юнитов в одном проходе разберемся со всеми нашими юнитами здесь ставим это убираем проверку в каждом отдельном цикле добавления тем более я вот сейчас заметил такую вещь видите вот эти две строчки это мы добавляем игроков так что если игроки были добавлены поверх случайно размещенных шаров они были тоже застрявшими то что я сейчас сделал отдельный цикл в котором я проверяю все добавленные юниты и исправляю координаты должно исправить эту ошибку так ну что я вижу что все нормально ну единственное давайте я добавлю проверку на выход из экрана для наших случайных шаров видите вот какие-то шары уплыли вверх так и у нас проверочка проверка за выход экрана у нас в юнитах которые называются pong отражающиеся где они у нас есть здесь вот юнит pong вот ага все очень легко у нас уже есть такое условие мы создавали метод из он скрин в исходниках может кстати исходники будет ссылка на все исходники будет под видео можно качать и проверять так юнит вот у нас да вот так нет юнит дроп помимо юнит дропа нет апдейт вот случайное движение обычного юнита добавляем такую вещь если если юнит не внутри рамок нашего экрана или если юнит с кем-нибудь пересекается то тогда возвращаем его старые координаты а давайте такую вещь добавим если даже после возвращения старых координат он у нас находится не на экране когда мы когда мы поправим его координаты вот таким образом с помощью нашего метода который позволяет исправлять координаты выходящие не выходящие которые попадающие под коллизию здесь мы пишем self self так как мы сейчас разбираемся с текущим объектом ну давайте посмотрим что там с нашими дрожащими шарами стала fix кортс работают так что если шар застрял то его просто телепортируют на любое пустое место предлагаю увеличить количество шаров 15 давайте будет 55 полупрозрачных шаров интересно у нас вообще поместится все это потихоньку удастся упасть красным шаром вот видно как медленно они стали продвигаться вниз тут довольно быстрое движение не могу определить телепортации происходит нет видно что за грани экрана никто не выходит замечательно сделали такую небольшую работу над ошибками и дописали отстающий код до следующего урока на котором я собираюсь добавить стрельбу нашим двум игрокам кстати вот освободил этим игроком он сразу начали падать отлично уже что-то похоже на игру до новых встреч и и и и и